Всем привет! Уверена, у вас уже потекли слюнки от этого вкусного турецкого десерта. Сегодня будем готовить шекер паре. Для теста нам понадобится сливочное масло комнатной температуры, сахарная пудра, ванилин, разрыхлитель, одно яйцо, манная крупа и мука. Для сиропа вода, сахар и кусочек лимона. Все количество нужных ингредиентов вы найдете в описании под видео. Начнем с сиропа, чтобы он успел остыть. Высыпаем сахар в кастрюльку, добавляем воду, из лимона выдавливаем сок и бросаем его туда же к сиропу. На максимальной температуре доводим до кипения, постоянно помешивая. После того, как вода закипит, нам нужно уменьшить температуру и варить еще на медленном огне 10-15 минут. В глубокую посуду выкладываем мягкое, не соленое сливочное масло. Добавляем сахарную пудру и хорошо перемешиваем. Желток нам нужно отделить от белка. В тесто будем использовать только белок. К маслу с сахарной пудрой добавляем манную крупу, разрыхлитель теста, ванильный сахар и белок. Все хорошо перемешиваем. Теперь добавляем муку. Я ее просеиваю. Хорошенько перемешайте лопаткой, после чего можете это делать руками, так будет более удобно. Тесто получается очень пластичным и хорошо держит форму. Теперь будем делать небольшие шарики. Они у меня получились 30-32 грамма каждые. Я их взвешивала, вы можете это делать на глаз. У меня их получилось 19 штучек. Теперь из каждого шарика делаем форму валика. И немножко придавливаем. Вот, вот такой формы они получаются. Выкладываем на противень с пергаментом. И сверху смазываем желтком. Духовку можете включать и разогреваться до 200 градусов. Теперь очень интересный момент. Вилкой проводим вдоль печенья. Немножко прижимаем, чтобы были видны надрезы. Отправляем нашу красоту в духовку при температуре 200 градусов на 30 минут. Так, печенье готово. Теперь нам нужно его выкладывать, пока оно горячее. Нужно это все делать быстро. Выкладываем на блюдо. Не даем ему остыть. Сироп у нас уже остыл. Он немножко загустел. И сразу же заливаем им печенье. Сироп не должен полностью покрывать печенье. Как вы видите на видео, до верха не доходим. Почему печенье должно быть горячим? Потому что оно, как губка, быстрее впитает сироп. Они должны получиться влажными. Накрываем блюдо и ждем часа два, пока сироп полностью не впитается. Сверху посыпаем измельченным орехом. Я использую фисташки. Я уверена, что все обожают турецкие сладости. И надеюсь, что вам понравилось мое видео. Так как муж 24 года прожил в Турции, именно он помог мне найти настоящий рецепт этого десерта у турецкого кондитера. Напишите в комментариях, любите ли вы турецкую кухню и какие блюда или сладости для вас номер один. Не забудьте подписаться на мой канал. Буду благодарна и рада дружбе. Всем спасибо за просмотр и до скорой встречи в следующих видео.